Девушки отдыхают Его судьба неразрывно была связана с песней, душевной, лирической, мелодичной. Композитор и певец, чье творчество оказалось понятным и близким для миллионов советских людей. Наверное, потому что в этих песнях каждый находил что-то свое, собственное, сокровенное, понятное только ему одному. О нем говорили солнечный человек, у которого большая душа. Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик, что с тобой, моя любимая, отзовись скорей. Без любви твоей небо все грустней Он мог бы стать музыкантом, а стал композитором. Миллионы поклонников заслушивались проникновенными мелодиями, которые он сам исполнял на сцене. Каждая песня становилась шлягером. Удивительной гармонии его искусства была сродни произведениям классиков. Многие проводили такую параллель, называя его Есениным в музыке. Не случайно этот поэт был его кумиром. И так же, как и у поэта, у этого композитора оказалась трагическая судьба. Известие о его ходе в громстве десного неба вообще. Как? Не может такого быть? Вот Новоконцевское кладбище упокоило его. Каждый раз, когда я скажу, когда я, конечно, наклонюсь. Он ушел из жизни на пике популярности, умолчав о многих своих переживаниях и оставив после себя много загадок. Друзья и поклонники до сих пор говорят, он мог бы рассказать еще о многом, но его жизнь оборвалась, как песня. Ты прости меня, любимая, что весенним днем... Звали певца и композитора Евгений Мартынов. Вспоминая Евгения Мартынова сегодня, друзья говорят, он всегда был веселым и немного озорным. Ему было чуждо чувство тоски и тревоги. Во всяком случае, так казалось иногда со стороны. И у него какие-то были слова, словечки такие, знаете, смешные, веселые. Он действительно был озорной. Он был мальчишеский, это, между прочим, оставалось. Уж мы отметили его 30-летие, да. Причем он серьезно относился к своим датам. Его 30-летие отмечали. Был такой вечер он сделал, устроил в Праге. Пришли ребята, музыканты. И, в общем, как-то все это было так. Но, тем не менее, вот даже взрослее, становясь взрослым человеком, он оставался таким же озорным, веселым. И, между прочим, это помогало, потому что художник, в сущности, должен сохранить эти качества. Вот эти детскости, восприятия мира, восприятия жизни, людей. А его песни, если оставляли в душе грусть, то только совсем легкую, есенискую. С этим поэтом его сравнивали всегда. Сначала за творчество, потом за трагическую судьбу. Его талант оказался настолько ярким, что известность и народная любовь пришли к нему практически в одночасье. Удивительно, но при этом для друзей он остался таким же, как и прежде. Популярного композитора и певца, как и в детстве, все называли Женей. Если бы Богу было суждено, чтобы Женя прожил бы до сегодняшнего дня, он все равно бы остался бы Женей. Я даже не знал его отчество сейчас, если бы вы не произнесли, я бы и не знал. Но Женя такой был ласковый, такой был свой. Представляете, конечно, Женька, Женя, Женя. Впрочем, Мартынов и сам никогда не скрывал. Его первые шаги в музыке, любовь к ней и понимание этого искусства родом из детства. А тут, наверное, надо начать с детства. У нас была очень музыкальная, поющая семья. Хотя музыкой никто специально не занимался. Кстати, отец, участник Великой Отечественной войны, он был музыкант, любитель. Он научил меня играть на аккордеоне. Потом, по его просьбе, я подбирал популярные мелодии на слух. Это мелодии из кинофильмов, которые звучали по радио. Те мелодии я подбирал. И, конечно, в основном это были песни. Евгений Мартынов родился в Голубинке, в городе Камышине, что под Волгоградом. Первые воспоминания детства будущий композитор связывал с музыкой. Да и как было не запомнить, что во дворе дома, где жили Мартыновы, соседи частенько собирались на импровизированный концерт. Женин отец, музыкант-самоучка, играл на гитаре, домбре, аккордеоне. Сынишка к радости соседей хорошо пел, а потом также освоил музыкальные инструменты. С этого и началось для него творчество. «У меня было звонкое детство», – говорил Мартынов позднее. «Время покажет. Вся его жизнь окажется такой же яркой». Закончив школу, будущий композитор решил связать себя с музыкой и поступил в Артемовское государственное музыкальное училище на дирижерско-духовое отделение. Учебу Евгений Мартынов благополучно закончил в 67-м году. Дело в том, что отец у нас, вернувшись с войны, он практически зарабатывал на жизнь семьи музыкальным своим творчеством. То есть он играл понемногу на всех инструментах. Мог в духовом оркестре заменить любого духовика, как это не странно звучит. Все инструменты разные. Но тем не менее, отец играл и на домре, и на гитаре, и на баяне, и на аккордеоне, и немножко даже на пианино, поскольку, в принципе, клавиатура аккордеона ему позволила как-то так перейти даже непрофессионально в эту область. К этому времени он уже точно знал – музыка его призвания. Тогда Евгений Мартынов решил продолжить учебу и поступил в Киевскую государственную консерваторию. Здесь судьба впервые испытала его на прочность. Набранные студенты ютились в старом общежитии. Больших денег не было у семьи, чтобы как-то так можно было поддерживать содержание юношей в стульбах в большом городе. А там еще была сложность ввода нового общежития. Оно задерживалось, это общежитие, и сложилась какая-то такая драматичная ситуация, что студенты жили по пять человек. Якобы это все временно, якобы. И ездить нужно было очень далеко от консерватории. То есть новое общежитие еще не ввели в эксплуатацию, а старое получилось как-то так перегружено в полуремонт там тоже в состоянии. Женя не выдержал. Попросил перевезти его в Донецкий музыкальный педагогический институт. Бросая Киевскую консерваторию, расставаться с музыкой он не собирался. Здесь, в Донецке, к Жене пришел первый успех. Это были такие наши самые прекрасные годы, потому что это была наша молодость. Мы познакомились, я поступил в 1968 году. Женя был старше меня на курсе. Мы через год где-то после совместной учебы познакомились на концерте. Мы вместе, нас включили в одну программу. Я играл на баяне, а он играл замечательно на кларнете. И так мы уже, как бы, пообщавшись после концерта, тогда он еще, насколько мне было известно, он еще не пытался, хотя он с детства точно так же, как и все мы, учащиеся в нашем институте музыкально-педагогическом Донецком, все в той или иной мере проявляли уже музыкальные способности. Начинал Евгений Мартынов как кларнетист. Этот инструмент он освоил совершенственно, все чаще играл никому неизвестные мелодии. Очень скоро однокурсники поняли, парень сочиняет музыку сам. Женя был ведь прекрасным кларнетистом. И он и закончил очень хорошо по классу кларнета, госэкзамен, он сдал на пятерку. И, конечно же, его творчество – это есть свидетельство, отражение того времени, в котором мы жили. Ведь что такое искусство? Это отражение окружающей нас действительности музыки. Вот Женя является вот таким отражением вот той атмосферы добра, красоты, отношений человеческих. Женя Мартынов проставился в институте практически сразу. Говорят, не заметить его присутствие было невозможно по многим причинам. Ну, Женя – это, конечно, характер личности. Шесть часов он нам не давал спать. Мы жили вместе в общежитии. Кто-то там со свидания пришел, кто-то с учебы. Но лично я очень много занимался на инструменте. Представьте, приходишь там в два часа, нам разрешали оставаться в помещениях консерватории. И рано утром Женя встает и начинает… Открываются двери и пошли в Женю, кто тапком… Ты почему нам спать не даешь? Замолчи там и так далее. Вот. Ровно в шесть. На самом же деле студент Мартынов был славен в институте не столько утренними распевками, сколько творческими задатками. Как и многие другие студенты, Женя сочинял мелодии на продажу. Чтобы как-то выжить, небогатые студенты брали халтурки, писали музыку или стихи к песню. Эти произведения скупали у них композиторы и певцы, многие из которых обладали творческой дальновидностью. Мартынову еще в институте многие пророчили большое будущее. Но чтобы достичь его, предстояло работать на износах. Смотрите далее. Почему Евгений Мартынов оказался в Москве и как отнеслись к его появлению на эстраде знаменитые исполнители. Стал появляться, его полюбили все за его непосредственность, за улыбку. И травою, и бедой, и не силой колдовской Ты меня приворожила, Прошлогодней весной. Ты мне голову вскружила, Словно зельем напоила, И покоя сна лишила. Еще в институтские годы друзья дали Жене Мартынову прозвище «Подарок». А от преподавателей талантливый студент заслужил поощрение. Родителям Жени учителя отправили благодарственное письмо. Не было и не могло быть у Жени какого-то звездной болезни из-за знайства. Потому что Женя, это вот до того момента, когда мы расстались, когда он уже уехал в Москву, вот я даже не помню, когда он уехал в Москву, но я просто знаю, что это был совершенно открытый, красивый, прекрасный человек. Я, это, все люди его любят, но мы его любили как студенты. Потому что вообще мы относились хорошо друг к другу. Многие из тех, кто был знаком с Женей в студенческие годы, до сих пор говорят, что творческих высот он достиг еще в институте. Некоторые из песен, которые Мартынов написал, учащиеся на последних курсах, позже стали самыми знаменитыми шлягерами своего времени. Уже в начале 70-х его песню «Березка» исполнила Майя Кристалинская. Этот успех бесспорно послужил стимулом для творчества. Полюбившуюся советским зрителям балладу о матери Мартынов тоже написал, будучи еще студентом. Было несколько песен, которые Женя начинал, потом в расстройстве по каким-то причинам бросал, уходил. Утром ему Юра записывал это и говорит, вот это то, что ты вчера играл. Женя говорит, боже мой, Юрочка, неужели ты записал? Я же бы ничего никогда в жизни не вспомнил. Вот я ценю за что. Вот это действительно братская любовь. Вот это объект. Евгений Мартынов очень быстро попал на большую эстраду. Вчерашнего студента ожидала столица и встречи с творческими людьми. Я помню, как мы вот на стадионе сидим в артистической. Входит Володя Чижик, белокурым, похожим на Есенина, симпатичным парнем с ямочкой на подбородке. Вот. И такой он смущенный, этот молодой человек. А Чижик мне говорит, познакомься, это вот твой земляк из Артемовска, Женя Мартынов, очень приятно. Ты можешь его послушать? Женя Мартынов, очень приятно. Так, обаятельный. Я ему говорю, Женя, ну это замечательно, то, что ты поешь, но тебя никто здесь не услышит и не увидит. Ты приезжай в Москву, мы тебе поможем. Талантливого парня заметили. Женя получил самые лестные рекомендации на прослушивание в Росконцерт. Все прошло удачно, и тогда его решили попробовать в качестве солиста, вокалиста в сборной эстрадной программе. Так Евгений Мартынов начал исполнять свои песни сам. Вы не забудьте, вальсу подпевая, Жить начиная, нынче всерьез. Что, к сожалению, в жизни не бывает, Счастья без сгоя, любви без слез. В основном первые, будем так говорить, самые популярные песни, или как называть, шлягеры, появились с Андреем Дементьевым. И вот на первых огоньках этот обаятельный, можно сказать, юноша, стал появляться, его полюбили все за его непосредственность, за улыбку. Все вокруг мою Алёнушку поют. Оттверждение его таланта не заставило себя ждать. В 1972 году Мартынов победил на престижном конкурсе в Минске, а в 1974-м стал обладателем серебряной медали на фестивале «Золотой орфеи». Тогда песня «Алёнушка» прославила своего автора на всю Европу. И он пришел, парень, знаете, такой скромный, но показал музыку. У нас раньше был обязательно худсовет, чтобы худсовет отслушал. И если худсовет принимает, то эта запись состоится. Вот, значит, его музыку «Яблонь цвету» как раз Анатолий Кролл делал оранжировки, вот первые четыре, вот, ну, сразу приняли. Впрочем, оглушительный успех – единственное, что досталось композитору от победы в престижнейших конкурсах. К примеру, квартиры, и притом не самые лучшие, Евгений Мартынов долгое время снимал. Иногда приходилось ночевать едва ли не на вокзале. Может быть, так и продолжалось бы и дальше, если бы не помощь влиятельных людей. Выручил Иосиф Кобзон. Узнав о жилищных проблемах молодого певца, мэтр советской эстрады буквально за руку отвел Мартынова к какому-то влиятельному чиновнику, и вскоре вопрос был решен. Яблони молодые в твою... Кобзону, здесь у Давыдовича очень много помогал им в жизни. Друзья, вот с Георгием Афсисяном мы дружили, он дружил, и мы как бы дружили семьями, я дружила с его, с женой Мариной. Вот, мы очень много общались, как-то вместе куда-то ездили. У нас практически одновременные дети появились. Я с удовольствием ходил, помогал. У меня даже был такой как-то разговор с Борисом Николаевичем Пастуховым. В очередной мой приход с просьбой, когда он был первым в ЦК Комсомола, он мне говорил, Иосиф, ну прекращай ты ходить по кабинетам с просьбами. Я говорю, почему, Борис Николаевич? Да потому что ты, я знаю, что ты это делаешь бескорыстно. Но ведь уже пошли разговоры о том, что ты это делаешь не бескорыстно. Я говорю, я? Ну, говорят, да, вот говорят, что-то так сказать. Я говорю, ну вы спросите у тех, ради кого я прошу. Спросите у моих коллег-артистов. Спросите у них, и шел ли у нас когда-нибудь разговор о какой-то меркантильности. Ну это глупость. Я даже говорю, ну лучше не надо. Я говорю, да не, ну почему же должен уподобляться этим людям безразличным, которые ничего не хотят, абы чего не вышло, абы кто не сказал. Пусть говорят. Позже Иосиф Кобзон еще не раз встречался с Евгением на концертах. В 90-м году он вновь предложил семье Мартыновых свою помощь. Уже после гибели Евгения. И вновь в бою... Чувствам других... Смотрите далее. Было очень трудно в мире многолюдном... Почему популярного певца ожидал творческий кризис? Он понимал, что ему Бог дал. Может быть он не очень бережно относился к этому дару. Широко так его расплескал. Но тем не менее, он уже понимал это. И он знал, что все равно он поднимется опять на какую-то горку. Но увы. Популярным певцом восхищались все. Мартынова осаждали толпы поклонниц, большинство из которых стремилось завоевать его любовь. Но связать себя с семейными узами популярный певец не торопился. Он женился только в 30 лет. Его избранницей стала студентка второго курса Киевского музыкального училища, с которой его познакомили на одном из концертов. ПЕСНЯ В перерыве мы зашли там за кулисы, и там был рояль. И он сел играть. Я к музыке тоже причастна разбирать. Но я когда услышала, как играет он... Причем он же играл любую музыку, не только свою. Он мог сыграть все, что хотите, говорится. Поэтому я была поражена сразу его музыкальными способностями, его данными. Тут это меня сразу сразило. Многие поклонницы были сильно разочарованы, узнав, что сердце их кумира больше не свободно. Ах, как невеста смотрит отрешенно, Ах, как взволнован гордый жених. Главное слово вам, молодожены, Свадебный танец для вас двоих. Некоторые агрессивно настроенные поклонницы стремились поссорить молодых супругов при помощи телефонных звонков. То его, то ее, незнакомые люди обвиняли в супружеских изменах, что значительно накаляло атмосферу в семье. Да, были и сидели под дверьми. И я помню соседка даже кому-то там стульчик выносила. Потом я шла домой, она мне говорила, что я тут усаживала. Одну из поклонниц. По телефону звонили. Иногда это было так легко. Иногда были даже неприятные какие-то звонки. Когда он был дома, Женя, мне звонили и говорили, если вы хотите знать, где ваш муж, приезжайте по этому адресу. Ну, естественно, я никуда не ехала, вот, да и не поехала бы. Ну, как-то мы легко очень это все перенесли, пережили. Все в этом плане у нас не было никогда. Никита. Поссорить супругов завистникам так и не удалось. Брак Евгения и Евелины оказался прочным. Через несколько лет после свадьбы в их семье появился сын. И Евгений заранее решил, что первенца назовут Сергеем. Все разрешалось. Автомобиль был у него в доме. Тогда вот этот какой-то там Волга или что-то такое детский ездил и в доме ездил. Правда, взял ему единственное, что Серега врезался в мебель на автомобиле. Поэтому все-таки было жалко. И он ему на эти бамперы там обклеил таким мягким каким-то материалом, таким, чтобы как бы смягчать этот удар об мебель. Ну, в общем, все разрешал ему, все. Но преливал сразу к музыке. Вот сразу. Больше практически, конечно, ничему так особенно. Хотя с ним ходил там на санках катался, но в основном это были любовь к музыке. Вот это все. Ну, конечно, жизнь приобрела уже другой смысл. Они стали более степенными, серьезными. Ну, и он уже был таким состоявшимся по тем временам обеспеченным человеком. Сына Евгений обожал. Задаривал книжками, игрушками. А главное, стремился показать ему красоту и гармонию музыки. Уже в шесть лет мальчик отличал некоторые серьезные произведения. Это папина симфония Рахманинова, говорил он. Часто супруга сопровождала Евгения и во время гастролей. Он не хотел надолго оставлять семью, а уезжать ему приходилось все чаще. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Никому не могу сказать. Даже по телефону, когда звонили, и если уже в какой-то ситуации, когда он просто уже не мог, он даже где-то меня в этой ситуации представлял, говорит, ну, возьми телефон и поговори сама, и скажи, что я не смогу. Потому что он сам ответить не мог, как бы, и что он не может. Его постоянно уговаривали, постоянно окончательно сказать нет, он не мог. Поначал, я с ним очень много ездила. Мы объездили с ним весь тогда Советский Союз. Мы были очень много за рубежом, но в соцстранах, допустим. Конечно, в то время выехать за рубеж в Капстринку, да, он тоже очень много ездил. Он выступал во многих странах. Причем очень много ездил именно с нашими делегациями и со спортсменами с нашими. Это все Олимпиады, все универсиады, все спартакиады. Он поддерживал наших спортсменов. Затем по линии встреч с нашими соотечественниками за рубежом. Тоже очень много ездил там, давал концерты, встречался. В быту он был достаточно непритязателен в выборе одежды. Популярность обязывала свою очередь ко многому. В творческом плане, но и внешне. И поэтому Евгений Мартынов привозил для себя костюмы и галстуки из-за границ. В Москве в магазинах ничего не было. Все было очень сложно. Какие-то костюмы шел ему и Вячеслав Зайцев. За что Жень на сцене получал призы не только как исполнитель, как певец, как композитор, но и есть у него грамоты и призы за элегантность. Уважающий публик, уважающий меня. Я его смотрю на него по телевизору и чувствую, что он меня очень уважает, раз он ко мне выходит в таком обличении. Можно смело сказать, что в 70-е годы, кажется, не было человека, который не знал бы песен Евгения Мартынова. «Яблони в цвету», «Лебединая верность», «Отчий дом». Все вокруг мою Алёнушку поют и на подпись фотографию дают. Я смущен, но в это время Женя счастлив я, ведь это фотография моя. Казалось бы, этот автор и исполнитель, любимец миллионов, раз и навсегда завоевал себе популярность. Но все оказалось не так. Никто не предполагал, что Евгения Мартынова ожидает творческий кризис, последствия которого станут губительными для певца. «Я тебя своей Алёнушкой зову» Смотрите далее. «Как прекрасна эта сказка наяву» Повлиял ли кризис в творчестве на дальнейшую судьбу певца? Смог ли Евгений Мартынов изменить своим принципам? Я видел его в последнее время человеком, который задумывался, не мог понять чего-то. А это самое тяжёлое, когда ты не понимаешь, что же происходит, почему это. И он правильно делал, что он не трансформировался, не приспособился. В конце 80-х годов жанр эстрадной музыки стал заметно меняться. Жизнь не стояла на месте. Появились иные ритмы. Многие стали говорить, что песни, которые писал и исполнял Евгений Мартынов, словно бы вышли из моды. Исходя из того, что Жене предстояло вступать в союз компьютеров, там его стали плавно наводить, что нужно немножко другие песни здесь сочинять, отойти немного от лирики, попробовать себя показать в гражданской. Такой вот лирике тогда называлось это в каких-то патриотических песнях. И где-то уже не была такая вот дискомфортная ситуация, поскольку действительно нужно было себя показать не просто влюблённым лирическим героем, которого признала вся страна, видит, слышит, любит страна этого лирического героя, но и показать себя в некой немножко другой сфере, что не совсем свойственно было Мартынову уже, исходя из его даже внешнего имиджа. Евгений Мартынов всячески пытался отстоять свои творческие позиции. Он не мог поверить в то, что мелодичные, душевные песни о вечном больше никому не нужны. Он правильно делал, что он не трансформировался, не приспособился. Ну, мало ли, каждое время, так сказать, диктует свои условия во всех отношениях, то, что вы говорите, о аранжировке. Ну, например, на сегодняшний день жутко убогое время во всех отношениях. Песни, которые написаны, они не поются, они исполняются. Стихов нет, есть только слова. Так что же нужно уподобляться, так сказать, временем, которое диктует свои коммерческие условия, или, как их называют, рыночная, так сказать, капитализация? Ни в коем случае он не оставлял нетронутым свое творчество. Он любил мелодию, любил стихи. Молодые ребята поют песни Жени. Вот, они пользуются огромнейшим успехом. Вот, и мне кажется, что, слушая такую музыку, такие мелодии, такие гармонии, такие произведения, люди становятся лучше, чище, красивее. И дай бог, чтобы молодежь как можно больше пела вот такую музыку и создавала сама. Но со всех сторон он слышал одно и то же. Не это надо писать. Сегодня людям нужно другое. Времена поменялись. Находились завистники, которые, к тому же, ничуть не смущаясь, говорили о том, что и голос у Мартынова не то, чтобы очень. Дескать, не дотягивает. На конченях ты опять со мной, Дай мне снова быть моей весной. Крикни в небо, я любую, Пусть мир узнает тайну твою. Я всегда, когда приезжаю к нам на родину, потому что мы с ним земляки прямые, я родился в Чесовяре, Женька в Артемовске. Это расстояние 10 километров друг от друга. И вот, когда я приезжаю туда, конечно, я начинаю встречу с его песней «О чей дом». Радость или грусть нас ждут потом. Как живешь, то и чей дом. Вот сколько лет прошло уже в печальных, без Жени, а песни его звучат, и они так же актуальны. Почему? Да потому что очень талантливо написана и музыка, и стихи великолепные. Ну что, вот такой внутренний интеллект и талант позволяли ему писать песни, которым суждена очень долгая жизнь. Его естественное жизнелюбие, такая вот эта вот настроенность на какое-то оптимистичное восприятие мира, она помогала ему перебороть какие-то вот эти настроения, которые, конечно, его угнетали. Конечно. Но тем не менее, я мрачным Женем видел. Я видел его в последнее время человеком, который задумывался, не мог понять чего-то. А это самое тяжелое, когда ты не понимаешь, что же происходит, почему это? Недоумение композитора сменилось внутренней опустошенностью. Через какое-то время Евгений сам уже стал сомневаться, может быть, действительно, его время ушло. Но такого вот, такого мрака, такого, знаете, безысхода, такого не было, не было. Потому что он все-таки, он знал, что он может, что в нем есть. Он был настоящий художник. К тому времени он уже достиг таких высот, на которые случайно не восходят. Он понимал, что ему Бог дал. Может быть, он не очень бережно относился к этому дару. Широко так его расплескал. Но тем не менее, он уже понимал это. И он знал, что все равно он поднимется опять на какую-то горку. Но увы. Порой он просто не знал, что делать. Пробивать место для своих песен в телеэфире становилось все труднее. А опускаться до непонятных ему электронных ритмов и порой откровенно низкопробных песенных текстов он не хотел. Он переживал, может быть, много. И пропускал, конечно, через сердце. Пожилые родители. Пожилой отец, которому нужно было делать в то время операцию. Он занимался, практически все было на нем. Он помогал всем в жизни. Он помогал и брату своему. Сначала поступить в консерваторию. Потом получить квартиру. Все было на жене. Он помогал. Он был главой во всем. Он переживал за родителей. Потому что возраст их был. Они были далеко на Украине. Он думал, как быть с ними. Как их забрать в Москву. Поэтому и пропускал, конечно, все это через себя. Не было старания от всех этих проблем с семьей. Не зная, в чем найти утешение, Мартынов начал злоупотреблять спиртным. Испытание отлучением от песни оказалось ему не по силам. Я сам был однажды в эпизоде. Когда, ну, честно, у нас хороший разговор. Получается, в этом ничего плохого нет. Когда просто его принесли абсолютно нулевого ко мне в номер. Потому что он жил по соседству. В Люксе мы жили. То ли в Красноярске, я не помню. И они говорят, что мы опасаемся, что просто его так нельзя же оставить было. И вот я впервые увидел вот это. И еще я заметил в то время, у него вот эта болезнь разрасталась. И я заметил, что всегда его супругу, так сказать, его всегда грозили супругой, что он сейчас вызовут. И когда ее вызывали, и она приезжала, да, все, он становился совершенно другим. Все становилось хорошо, прекрасно. И так далее. Вот такие штрихи к портрету. Честные, потому что мы все не без реха. К его пагубному пристрастию люди относились по-разному. Кто-то осуждал, распуская слухи и сплетни. Кто-то старался посочувствовать и подносил очередную рюмку. Многие, наоборот, недоумевали. Чего ему не хватает с его популярностью и талантом. И далеко не все задумывались над тем, что происходит в душе у певца. Человеку всегда чего-то не хватает. Это не говорит, можно быть абсолютно вдовольным и пить без конца и края. Можно, наоборот, быть абсолютно, так сказать, не в порядке и пить от этого. Пьют с радостью, пьют с горя. Это абсолютно феномен, абсолютно непонятный. Понимаете? Это раз. Во-вторых, наверное, у каждого тоже еще есть свои, и, так сказать, кроме того, что все-таки он немножко был слабохарактерный. Не случайно, когда Эля приезжала, да, сразу он, так сказать, ему нужен был все время кто-то. Масштаб его таланта не позволял поменять творческий профиль. Неживое звучание, примитивные тексты и преобладание ритма над смыслом песни Мартынов считал абсурдным. Однако со всех сторон композитора пытались переубедить. Ему начали открыто заявлять, что он несовременен со своей душевностью и лирикой. Неприятности сыпались, как из рога изобилия. Ко всему добавились еще и судебная тяжба, которую Евгению Мартынову пришлось задевать против нечистых на руку организаторов турне. Добиться правды оказалось нелегко. В последнее время он жил на пределе, в состоянии постоянного стресса. Добавил субтитры создавал DimaTorzok это сентябрьское воскресенье 90-го года началось со странного случая, которому позднее в семье Мартыновых придадут особенные значения. Перед тем, как отправиться в гости к друзьям, Евгений зашел к брату. Его привела простая, в общем-то, причина. Хотел позаимствовать несколько бутылок спиртного для предстоящей вечеринки. В разгар перестройки этот товар оказался в дефиците, и его было практически не достать. К счастью, у брата оказалось необходимое. Деньги Евгений пообещал отдать на следующий день. Внезапно, уже в дверях, он остановился и как-то странно сказал, «Нет, лучше отдам сегодня». Позже об этом случае стали говорить. Он словно предчувствовал, что эта встреча с братом окажется последней. На следующий день к подъезду одного из московских домов прибыл наряд милиции. Здесь было обнаружено тело мужчины. Стражи порядка без труда узнали в нем певца и композитора Евгения Мартынова. Никто даже, ну, не то что, так сказать, предположить, думать не думал о том, что он в таком молодом возрасте, любимым, талантливым человеком, каким он был, что он нас покинет. Никто не предполагал, поэтому известие о его уходе был гром среди ясного неба вообще. Как не может такого быть? Чтобы понять, что произошло, сотрудники милиции попытались буквально по минутам восстановить картину происшествия. Выяснить удалось не все. Известно, что в этот день у Евгения Мартынова было запланировано много дел. Во-первых, ему предстояло заехать в больницу, проведать отца. Затем певец должен был встретиться с адвокатом, который помогал решать вопросы тяжбы с организаторами злосчастного турне. Как назло, накануне Евгений сломал из машины. Певец отправился в автомастерскую, а потом заскочил в отделение милиции, расположенное по соседству. Там было много поклонников его таланта. Евгений переговорил с приятелями и через несколько минут ушел. Спустя полчаса сотрудники этого же отделения милиции прибыли по вызову, где обнаружили Мартынову мертв. О неожиданной гибели певца какое-то время ходили слухи. Якобы Евгений Мартынов был убит после того, как оказался втянут в криминальную историю, закончившуюся судебным разбирательством. Однако эта версия не нашла подтверждения. Экспертиза показала, что смерть певца наступила в результате сердечного приступа. Близкие Евгения Мартынова говорят, что на здоровье он не жаловался. Скорее всего, его сердце не выдержало постоянных переживаний и стрессов, которые обрушила на него судьба. Болел он чем-то хронически или не болел? Хронически не болел ничем. Были у него какие-то сердечные какие-то или нервные срывы? Ну, были. Они были так же, как у всех людей, которые то ли валидолом, то ли с натворными таблетками. Вот снова. Талантливый певец и композитор прожил всего 42 года. Он верил, что его ушедшее время еще вернется, но не дождался. Он так и не узнал, что его время в музыке и не проходило вовсе. И через много лет его песни останутся актуальны. Потому что красота и добрые чувства вечны. Верю в майский день. Верю в майский день. Ах, яблонь белый, яблонь молодый В твоем саду. В твоем саду. В твоем саду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова